В России появится крупнейший в Европе центр обработки государственных данных. Строительство первого ЦОДа совместно с Росэнергоатомом уже запланировано. Эти новшества и другие законодательные инициативы в нашем обзорном материале. Частники не смогут зарегистрировать на себя ни грузовик, ни автобус. Такую законодательную инициативу предложили в ГИБДД. Инспекция считает, что только юридические лица и предприниматели должны иметь возможность ставить на учет больше груза. И это позволит установить жесткий контроль за этими видами транспорта. В ГИБДД, напоминают, большинство частников не проводят технические осмотры своих грузовиков и автобусов, пользуясь тем, что штраф для водителя в десятки раз ниже, чем для юридического лица. Получить российское гражданство иностранцам-бизнесменам и иностранцам-инвесторам станет проще. Изменятся критерии. Вместо ежегодной выручки более 10 миллионов рублей и стажа работы в России больше трех лет, теперь будет достаточно отчислять налоги по миллиону рублей в течение трех лет по предполагаемой выручке 10 миллионов. Такой подход позволяет учитывать суммы уплаченных налогов при всех режимах налогообложения, считает разработчик инициативы Федеральная миграционная служба. Законопроект также вводит новые условия в уплату страховых взносов в пенсионный фонд. Нововведение позволит избежать приема в российское гражданство иностранцев, которые фактически не работают в России на законных основаниях. В России появится крупнейший в Европе центр обработки данных. Об этом шла речь на недавней встрече Владимира Путина с главой Ростелекома. Сергей Калугин заявил, что сейчас выстраивается система, которая позволит хранить государственные данные в специальных защищенных ЦОДах, центрах обработки и хранения данных. Совместно с Росэнергоатомом уже заложен первый большой ЦОД, специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования, а также подключения абонентов к интернету. Центр будет крупнейшим в Европе, заверил президента глава Ростелекома. И пообещал, что экономические условия создадут соответствующие, чтобы хранить данные в России было выгодно.